Всем привет! Еду сегодня в деревню, которая находится в 100 километрах от города Риги. А я сейчас еду по Юрмале. Вот вы видите, тут лес у нас кругом. На самом деле это территория города. Ну что буду снимать, пока не знаю. Что-нибудь интересное сниму. Покажу вам, какие города я буду проезжать. Что у меня как бы еще не запланированная тема видео. Но я думаю, что-нибудь получится вам интересное показать. Сегодня такой солнечный день. Но несмотря на это, холод ужасный. На градуснике минус 2. Но северный ветер вообще пронзает насквозь. А так в машине едешь, конечно, все так симпатично смотрится. Солнышко уже. Да, вот пока еду. Хочу немного поболтать. Значит, сегодня заехала в поликлинику. Решила наконец-то записаться к окулисту. Но надо проверить зрение. Как бы глаза, знаете, не казенные. Ну, в общем, проблема с глазами. Устают быстро, да, и слезятся иногда. Поэтому решила сходить к окулисту. Записаться. Ну, я так думала обычно там через недельку, ну, максимум через 2 запись. А тут она мне говорит. Вы знаете, у нас, в общем, за дешево. Это запись только на июнь. А если за деньги, если платно, то через месяц. Я вообще сначала даже не поняла. Я так думаю, ну, у меня полис есть. Я говорю, а полис работает? Она говорит, я не знаю. Это только выяснится, когда будете платить. Ну, я так подумала, подумала. Ну, что делать? Глаза-то надо беречь. Я говорю, ну, ладно, записывайте меня. Какая ближайшая дата? Ближайшая дата, она меня записала на 14 апреля. Представляете, это месяц ждать. Я не понимаю, что сейчас вообще творится. Что значит люди пользуются различными электронными девайсами. И у всех проблемы со зрением. Два врача принимают. Я не знаю вообще. Это я просто в шоке была, да. 25 евро платный доктор. Платный окулист. Вот, пожалуйста. Такие у нас цены. Вот такие у нас междугородние автобусы ходят. Ветт, я в старт-алтейские пассажиры, пар, вода имею. Еду через Майери, центр Юрмалы. Сейчас у него все, желтый свет. Вернее, красный. В Дзинтари проезжаем. Вот здесь у нас такая природа, такая погода. Вот здесь слева парк большой в лесу. Прямо очень красивый парк. Ну вот и въезжаем на мост. Скорости можно прибавить. 70 километров. Вот проезжаем по мосту. Через железную дорогу мост. Да, день сегодня, конечно, такой симпатичный. Солнечный. Вчера было очень пасмурно. Все-таки солнце это лучше, чем пасмурно. Ну вот, теперь спускаемся с моста. Ну и все. Выезжаем из города Юрмала. Слева большой аквапарк у нас. Езжаем на мост снова. Это мост через реку Даугава. Ой, извиняюсь. Через реку Лелупа. Вот видите, аквапарк слева. Ну вот. Ну и это здесь такой кусочек трассы между Юрмалой и Ригой. Да, вот Рига буквально тут через километра 4, наверное, начинается. Будет знак. Вот дорога не очень хорошая. Вот этот участок. Три полосы идут. Ну, в принципе, уже вот с правой стороны там видно уже Рига начинается. Вот это раньше тут был пустырь. Сейчас, видите, застраивают здесь. Непонятно чем. Как они очень-то все симпатично выглядят. Ну, вот так вот здесь. Да, и сейчас въедем в город Ригу. От Риги буквально мне еще ехать 100 километров. Да, вот Рига началась, знак. Вот этот граница города. Ну вот сейчас я перееду реку. Далгова. Там вот видна ТВ, башня наша, рижская. Вот это мост через реку Далгова. И я уже фактически в центре города. Мост недавно так подремонтировали. Поэтому ехать нормально здесь. Вот он такой длинный. Рига у нас широкая, Далгова. Вот она, если видно кусочек. Ветер такой прямо чувствую. Машину сшибает. Ну вот там уже виднеется старый город. Ветер страшный просто. Вот она, ТВ-башня. Хорошо здесь ее видно. Такой съезд с моста. И вот въезжаем в московский район. А там дальше виден новый южный мост. Недавно его построили, несколько лет назад. Обошелся он в стране в какую-то неслыханную сумму. Так что его даже золотым называют. Вот. Видите? Это наш южный мост. Вот идет направление. Еду в сторону Далгупилса. Ну вот и все. Выехали из города Риги. Фактически выехали. Еще границы не было. Но сейчас будет. И следующий населенный пункт. Это город Саласпилс. Буквально сливается с городом Рига. Ну вот далеке виднеется Саласпилс. Справа видите Дамба. Здесь Рижская ГЭС находится. Сам город уже сейчас имеет статус города. Раньше был поселок. Вот он впереди. Ну здесь как бы город недавно. Ну как недавно. Строилась Рижская ГЭС. И сюда съезжались люди со всего бывшего Советского Союза. Строили ГЭС для нашей страны. Ну вот так образовался этот поселок. Я когда-то здесь жила. Пять лет прожила своей сознательной жизни. Ну вот за деревьями. Так вот там дома. Туда дальше идут. А здесь окраина. С правой стороны. Река. Опять же. Ну вот так вот. Сейчас мы быстренько проедем. Через Саласпилс. Еду по трассе. Городу Мокра. Такой красивый пейзаж. Решила тоже несколько кадров сделать. Ишкалэ поселок. Вот снег еще лежит немного. Видите? Как холодно у нас на улице сегодня. Еще не может все снег растаять в середине. Значит, Огра впереди. И направление Дагглупелс. Так. Ну вот въехала Вогра. Вот с правой стороны вы видите река. А город с левой опять же стороны. Это получается все время еду вдоль реки. Город как бы тоже не заеду. Завтра поеду к родственникам. А, да. Завтра тоже, наверное, не получится. Потому что по объездной поеду. Так. Шоппинг-центр впереди. Да. Рими называется. Такой у нас популярный, известный. Городок Огра на самом деле мне вот очень нравится. Он такой уютный. Много зелени. Сосны такие. Симпатично здесь. И находится недалеко от города Риги. Где-то, наверное... Ой. Около часа. Около часа на электричке. Вот. Симпатично здесь. Ну, это я, конечно, мимо проезжаю. Сам город я не заезжаю. Еду дальше. Здесь вот все время идут поселочки. Знаки меняются. Я еду, болтаю, снимаю. Не очень-то за знаками смотрю. И смотрю, что очень много камер было. Вот. А там скорость была то 50, то 70. Ну, будем надеяться, что все пронесет. Дорога сухая. Ехать очень так хорошо сегодня. Что вам еще рассказать? Хочу, чтобы вы посмотрели нашу природу. Кто не видел. Да. Вчера взяла билеты. Полечу в Ирландию в июне. Сестра пригласила, живет там. Ну, вы знаете, у нас из Латвии очень многие уехали в Ирландию. Я и сама там была 18 лет назад. Работала. И вот, знаете, ностальгия замучила. Хочется еще съездить. Сестра пригласила. Говорит, приезжай. Да, все вроде ничего. Как бы, но... Самое интересное, что у нас эта компания, ну, не наша компания, а ирландская компания, РНР, у нее дешевые билеты. Но только не в Латвию. Знаете, я уже пересмотрела все страны, все варианты полета. Ну, я, конечно, в себе нашла вариант полета через Германию, самый дешевый. А в Латвию, оказывается, ну, туда еще нормальная цена. А вот обратно 161 евро. Туда 50, 161 обратно. Знаете, как-то, ну, не очень хочется такие деньги платить. Поэтому стала искать варианты. Нашла такой неплохой вариант через Германию, через Кельн. То есть, лечу из Дублина в Кельн, а потом из Кельна в Ригу. То есть, получается, вместо 161 евро я плачу за поездку, за перелет из Дублина в Ригу всего 74 евро. Ну, неплохо. Ну, и еще решила денечек остановиться в Кельне, погулять там. И я не была в этом городе. Там такой собор красивый. Ну, в общем, грех, конечно, там не остановиться. Провести денечек. Маленький городок Лилварды. Очень уютный. Вот. Дом строят. Смотрите, какой грязный едет. Все заднее стекло, грязи покрыто. Только номер почистил. Ну, да, если номера не видно, а штрафуют ведь. Ой. Да. Интересно, откуда он вылез, из какой грязи. Интересно, что люди думают. Я так еду, снимаю, видно же. Хотя, может быть, кто там смотрит особо. Я же не смотрю на них. Ой, какая реклама большая. Интересно, что там продается. Силтэм и унудэмс, скатэта майня, сантехнические работают и счетчики меняют. Так, дальше заправка. Сейчас покажу, сколько стоит у нас топливо на сегодняшний день. Вот этот грязный поехал заправляться. Так, евро 17, да, евро 17, евро 24, 95-ый, газ 0,52. А это поселок Дзелмес. И, знаете, здесь когда-то был шикарный такой придорожный ресторанчик. И мы, когда ездили, всегда здесь останавливались, кушали. Такая кухня вообще изумительная. Вот сейчас покажу. А потом, знаете, вот спалили его. Ну, кто знает. Наверное, конкуренты. Вот видите, все. Вот это здание было. Вообще, здесь так классно кормили. Ну, все, ребята, почти приехала. Где-то еще километров с тем, правда, ехать. Здесь последний поселок на моем пути. Называется Кокносы. Ну, вот я его и проехала. В общем-то, тут и снимать нечего было. Ну, наконец-то приехала я в эту деревню. Вот как здесь. Это не река, это как бы ее заводь. Не знаю, как назвать. Вот такая тут деревня. Реальная деревня. Нет ни магазина, ни почты. Скоро сейчас переключу, еду. Так. Ну, вот, видите. Сейчас направо поеду. Что здесь было такое? Кто тут что срубил? Вот и какой закат красивый. Домов не видно. Да, закат очень красивый. Ну, вот здесь домики такие. У меня в самый конец, к лесу. А, тут еще снег скользко. Ну, все, ребята. Кто любит такие видео, поездки, путешествия, ставьте лайки. Кто не любит, тоже ставьте. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok